Вот эта дама, значит, калечит дерево как? Ну, сегодня просто калечит. Я бы не обратил внимания на этот снимок. Посмотрите. Дерево больное невероятное. Вы же, я же ничего не выдумаю. И это нас учит. Вот она учит. Сейчас она, видите, рассаду. Сейчас она все это посадит. А корни от мороза рассада спасет, а, дамы? Ну, чего вы лезете, когда ничего не помню? Ну, посадите в сторонке-то вот свою. А вот там у тебя за твоей спиной он растет. Вот там и расти. Разве так можно несерьезно относиться? Иван Русских. Самая страшная болезнь – рак. Победить рак плодовых деревьев. Так, железо вам отвечает сразу, заранее, на сто лет вперед. И вам, Иван. И всем. Рак плодовых деревьев победить невозможно. Невозможно победить то, чего нет. Вы придумали рак? Вот, пожалуйста. Вот еще один фильм. Вот еще заработок. Вот. В руках вы держите. Спасать будете от рака. Я говорю, нам нужна наука. Не только для того, чтобы водить новые сорта. Глупость все это, они давно созданы. Вот. И она нужна для того, чтобы провести ряд опытов по именно по физиологии. И тогда можно убедиться, что, во-первых, если вы видите то, что назвали раком, вот, как бы вы его ни называли, вылечить все, что у него в руке, и вообще, что бы вы ни делали, невозможно не речиться. Почему? Рак сидит на мертвых тканях. Точка. Вот. Еще одна учеба. Опять напугать людей. Опять, что вы делали дурноров. А ты мог бы у него, это самое, не перекапывать почву? Ты зачем? Так же опять пальцы загибай. А потом ниже покажу, что он творит. Вот альтернатива. Недавно наткнулся. Ну, сколько дней прошло? Неделя-две. Это в моем саду. Итак, прошлогодние листва. Итак, прошлогодние яблоки. Волосок, что я собрать не мог. Куда есть только? Садить. Вот. Я сюда вставляю. И, сущий, вот, пригодится. Опять все это будет переработано. Подчеркиваю, переработано. И вот этот дикий ужас, когда якобы нужно избавиться от этих, от страшных болезней, а, значит, опять больная спина, и пошло-поехало. Вот тут, да, вот когда вы накопаете, все это уберете, перекопаете почву, да, вот тогда вам понадобится вот то, что у него. Пусть не это, ну, от рудикулита, от хатроза, вот. Не трожьте. Вот она растет, дерево. И ему похеру, вот это ваши все эти самые. Вот это все перегниет и отправится туда вверх. А теперь читаем. Это для будущих книг. Даже вы можете выпускать ролики по, как говорится, по мотивам моих вебинаров. Можете брошюры, статьи уже в газетах. Пожалуйста, пишите. Итак, я жил за первые годы, ничего не делая, ждал гибели сада. Ну, мне некогда, я одно должно было умереть, потому что здесь столько всего вот, вот эти все это злобное, перечислять не буду, злобное все эти насекомые вдруг весной оттают, вылезут, все, дерево будет уничтожено. Ничего не случилось. Потом вывод. Пелькомка почвы, миф об уничтожении спор вредных грибов, обычно это, пугают спорами, вредных насекомых и о насыщении кислородом. То есть, дуру перекопал почву, ты, значит, вместо того, чтобы сказать, любого это, уничтожил структуру почвы, вместо этого, кажется, кислородом насыщаем. Идем дальше. Что это еще значит? Итак, миф. Значит, вот это вот напугали, а потом оказывается, мы должны у нас специалисты искорить корни, уничтожить структуру, аэрация, вентиляция, канализация. Запомните, полдерева живет в земле, там особая, под землей особая структура почвы, особая. Не просто вот взяли, когда бы, может быть, там сырую, там жали, комочки, может и сухую, там вот она, просто это. Нет, там дом для нижней части дерева, полдерева живет под почвы, а там дом, понимаете, не смейте его. Дальше пишу. Заодно, кроме того, что это, уничтожение грибов, микоризы, бактерий, червей, муравьев. Когда ученые возьмутся не за селекцию, а за геотехнику. Тут надо было десять знаков вопроса. Вот. Нет, тут у меня вопрос. А, вот. За агротехнику. Почему? Потому что, возьмите вот сотню этих деревьев, я к ученым обращаюсь. Ну, естественно, если у них будет руководитель, типа Сталина, или типа там Лысенко. Вот. Тогда что? Тогда просто сотня растений растет, а вторая сотня растений растет, но вот так вот. Но это же несколько лет надо, чтобы убедиться. Вон, вдруг, правда, перекопал почву, и дерево, оно культурное. А если почву не перекапываем, как считают специалисты, это дерево задичалое, оно растет как в природе, как в лесу, а вот перекопал, стало культурное. Ну, тогда откуда мой сад-то взялся не перекопанный, а? Вот это надо, вот это я обращаюсь к ученым. Вот это. А сейчас что? Вот, пожалуйста. Вот такие вот команды. Трижды. Свои, это, на самом деле, больше. Это ужас по уничтожению муравейников, уже не отдельно под муравейников. Это ужас. Это люди абсолютно, вот понимаете, абсолютно. Ну, ее напарница, я знаю, она филолог, там, она попала только из-за симпатичной физиономии, вот, и язык подвешен. Но она ничего не знает, не умеет. А это до того возгордело, что теперь, да есть, во всем мире за эти муравейники ей бы в общем-лис работы, раз, заставили штраф платить, два, муравейник в лесу давай, будешь сажать. Ну, дача рядом, вот, вот такое дерево. Это ужас, когда прямо по лене телевидения принести такой здоровенный этот самый поднос, на нем целый муравейник, и давай поливать уксусом. Вот это вот, а сколько людей уничтожило миллион муравейников, думая, что сейчас муравейник уничтожил, они же везде вылазят. Это их, это их, это сад, это не ваш сад, это их сад. А вы их давайте это. Я уже не выдержал. Целая серия идиотских этих, вначале лишить деревья еды. Представляете, взять ее и лишить деревья, вот лишить и все. Что вы думаете, тут же уже где-то это, автомобиль перегнуем, чтобы вернуть? Или дорогостоящие эти, натриевые, фосфорные, калевые, эти самые, и удобрения, что ли? Нет. Прошу прощения, я не знаю, кого я жду. Прошу прощения, я не знаю, я не знаю, я не слышал. А, так и просто нажать, да, пожалуйста. Это, случайный звонок. Так, идем дальше. После этого, вот, и знаете как, они уже надо было в фильме снять деньги заработать, а у них, видимо, есть этот, сама ничего не понимает, и не знает, зачем, где это самое, листва нужно, дерево, допустим, и доверилась этому. Ну, может он доктор, но кто-то на ней стоит, вот, назовем его сценарист. Выпил бутылку водки и складался. теперь, иначе никак, теперь вы будете, значит, ну, много оно не сможет, но минуты три поработает, но вас заставит, это, как он называется, виллу заставит тысячи раз пекать, чтобы туда подать кислород, на самом деле, разрушить. А она не знает, это ей по херу. Она звезда, и это, ей кажется, просто, ей кажется, что она подает кислород. Есть много еще всякого дерьма, смотрите, деревья покрашены, посмотрите, тут даже, ха-ха, сделаны, эти, бордюрчики вокруг дерева, чтобы, основание, что там возливало. А потом она берет, вот, смотрите, вычеркиваем траву, прокалываем виллами газон, вы представляете, человек будет несколько соток прокалывать, орошаем специальным раствором, это самое главное впереди, вот она, вот, я думаю, что это такое, это оказывается, что, это политое, эти, это самое, это самое, вот здесь видно, вот, здесь у нас, самое страшное сейчас делается, если тут еще дерево бы молча умирало бы, вот, молча, но им показалось мало, а вдруг это, вот, представлен бы, или меня бы расстрелял, за то, что я вот этих ученых позорю, или бы их бы расстрелял, за что, сказать, опилками засыпать, полить опилки, чтобы быстрее, еще быстрее гнило, потом еще, видите, замазать этим самым, клейкой, то есть, без всякой защиты, то есть, еще быстрее, чтобы сгнило, а потом, вот тут, к сожалению, не хватает еще одного, знаете, они еще обмотали, говорят, клейкой лентой, вот это и есть, дурдом настоящий, это когда-то будет, стыдно, даже ей будет стыдно, она не знает, что дерево просто сгниет довольно быстро, даже яблони, вот, я повторил это, почему, потому что, еще раз, это надо, чтобы кто-то взял, еще раз, очередные 100 саженцев, примерно одинаковые, вторые такие же, с одного дерева, все семена, вот, одни вот так вот сделал, как одни, полил, все, вот, обмазал это дерьмом, потом еще и клейкой ленты с это, вот, а остальные не трогали, то есть здесь холмик, там у меня, видите, на втором плане я показывал, ну, не буду возвращаться, там даже бордюрчики есть, а я говорю, на холм, и через несколько лет, ну, сколько можно-то людей-то обманывать, ведь популярная же эта самая передача, ну, ну, сколько можно, сколько можно гноить деревья на глазах всей страны, унистяжать муравейники, экологи молчат, они для чего учились, а если экологи точно так же думают, что муравейники уничтожают, весь мир знает, что муравейники защищают, сад, лес, сколько можно это, я уже не выдерживаю, я уже криком кричу, а вот этот дурдом, вы понимаете, что такое 11 тысяч подписчиков, вы знаете, что такое 300 тысяч просмотров, человек бетонирует, престольный круг, так же, который идет, который это, с усадкой низкой, да, нет, а самое страшное, вы видите, когда он взялся бетонировать, ему тоже надо, эти, ландшафтный дизайн, это самое подлое вечно свете, ландшафтный дизайн, вот он, это бесконечное, бесконечное, бесконечное калечение деревьев, и сокращение их жизни, увидел, за границей, иностранцы украшают, вот это украсил, бетоном, а посмотрите, что у него было до бетона, до бетона, это низкопосажное, провалилось в углубление, и у него уже умирает дерево, оно уже больное, внимание видели, оно уже искалечено, ролик снять надо, надо, треть миллиона посмотрела, что из этого следует, пойдет цемент покупать, ведь уже копится столько этого материала, а еще, свежак, брат, то ли ты прислал, то ли само мне на это навязалась реклама, знаете, что это такое, приствольный круг, еще один способ сгнать деревья, вам уже, может, не стоит говорить, что в центре будет росточек, вот тут, в центре, и будет все это гнить, 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 а ведь купят же, продадут же, и убедят же, что, как это сад, вот с такими красивыми, волочными этими, приствольными кругами, ведь травы не будет, ура, а то, что сгниет саженец, откуда им знать, если, вот эта вот звезда, звезда, как она себя называет, она не знает, что она гнает деревья, она не знает, что это стопроцентная, верная смерть, и просто, человек, который вообще не садовод, где-то что-то слышал, сказал, давайте сделаем, а почему нет, они просто не знают, от чего гниет деревья, пожалуйста, когда-то много лет назад, мне прислали этот снимок, и попросили прокомментировать, ну, уже понятно, что там под мульчой все сгнило, к тому же оно еще и поберено было явно, вот, и, наконец, лопнуло, значит, ему что, это, случайно, что ли, лопнуло? Связь между мульчой, видите, значит, когда дерево перестало дышать, смотрите, оно перестало дышать, оно поберено, внимание, видели, после этого, что случилось? Разорвало. Это значит, что это дерево было уничтожено самой природой, то есть, в таких условиях оно не могло не быть разорвано. А это, как всегда, и до сих пор, это самый знаменитый снимок, и я где-то на 90% уверен, что если в институтах много проходит всякого черни, даже в школах, вы знаете, я бы рассказал, Лада там, допустим, законы Менделя, от них какая-то польза есть, вот, но сколько там, я показывал в школе учебник, который на самом деле академик, и тот с ума сойдет, ну, не запомни все, что там есть, а, допустим, если это происходит сегодня, сейчас, мне кажется, что в институтах, где учат студентов, опять вот этот вот, вот тут не может не быть, почему? Я сейчас только показывал, я уже так, чтобы не догадались, что это, вот я бы сейчас показывал, это переходит десятилетие, столетие, одни и те же эти, и сейчас вот это будет, а тут, да, я-то не знал, что посадки надо на холм, я садил в ямке, у меня висад мертвый, это, этот человек, мне глядя в это, три дни назад сказал, идем дальше, внимание, мы что видим, мы видим, что малейшая щелочка приводит к тому, что сюда внутрь попадает пороз, я патологоанатом, я ни одной случая не упускаю, вот, а вот этот ужас, видите, вот это вот, сейчас дама будет рассказывать нам про лишайник, вначале было великолепно, как она рассказывала, этим лишайником находится, видели, ну, вы на эту рану не обращаете внимания, она-то не знает, что эта рана погубила дерево, что причина в нем, она не знает, ну, сделайте вид, что вы не знаете, этим лишайник находится, а, что мы делаем, мы идем сюда, идем на фотографии, до 24-го года, тут я могу показывать, тут мы все свои, тут у меня секретов нет, итак, 24-й год, вот, и мы сейчас с вами доберемся до лишайника, вот она, смотрите, как это выглядит, итак, ее фильм называется, сейчас поймете, я развенчиваю день за днем, год за годом, вот, прием за прием, лишайник, что делать, она считает, что она специалист, так, она специалист, и, пишет, что делать с лишайником, вот сейчас я начинаю, вот так вот, какого-то вреда дерево не наносит, я, наконец, мне брат писал, это только, думаю, господи, вот, сейчас она скажет, что у нее сейчас правая рука, дикая, страшная рана, почти, причем не одна, но в среднем тоже страшная рана, а на правом, на этом самом, скелетной ветке, еще страшнее, сто раз, и она сейчас нам объяснится, что, что она должна была сказать, что лишайник появился, потому что дерево изувечено, мороз проник внутрь, оно ослабло, кора омертвела, и кора послужила грунтом, а этого она не знает, даже и в голову не приходится, она послужила грунтом для живого вещества, это то, что мы называем мхи, лишайники и эти самые, и грибы, грунт там, все это грибы, лишайники, значит, мхи садятся только на, и используют дерево, как грунт, как почву, почву, вот смотрите, там, где у нее правая рука, это почва, и теперь она, значит, так хорошо начала, какого-то грида, дерево не надо, ну все, сейчас она объяснит, что не надо было дерево калечить, ага, сейчас, поехали, везде в природе, говорит она, этим лишайником находится, заметьте, смотрите на эту дикую рану, страшно, этим лишайником находится, существовать, ну пусть вот, обороты не те, существовать, то есть, получается, что он сам по себе, он как будто никакого отношения к дереву, вот захотелось ему, существует, он просто на нем существует, вот эта страшная ошибка, что не видит связи с этой дикой раной, не видит, вот, дальше начинается ужас, кто-то зимовать, споры будут задерживаться, вы понимаете, споры, они, вот там, если где она стоит, их там миллионы, миллиарды, так, на дереве, под этим лишайником, сколько спор уместится, что ее надо так ненавидеть, что сейчас она будет его сдирать вместе с этим, сдирать вместе с корой, задерживается, выглядит неопрятно, ах, она неопрятно, а зачем ты эту дикую рану сделала, дерево начало болеть, умирать, теперь оно неопрятно, и теперь что надо делать, добить его, как, поэтому с лишайником, и мы боремся, вот началось с того, что лишайникам что-то не мешает, но теперь надо сделать красивое дерево, вот, а вы знаете, что когда люди умирают, это, и специально косметику, чтобы они в гробу выглядели, извините, это, мы взрослые люди, я имею право так говорить, мне скоро самому это, самое, будут укладывать, в этот, в гроб, вот, что такое, значит, опрятно выглядит, в гробу, чтобы это, а это дерево, оно тоже, это самое, и свой гроб ждет, берем щеточку, ножичек, вот делать не хрен сяку, сперва, вы знаете, такую страшную рану нанести, начиналось, или с бензопилы, или с вот такой пилы, во, а теперь берем ножичку, и начинаем, что, не плачегары, мы не плотники, ну, чем ты вот это думала, когда ты совсем другую причину выставила, разве можно с такими знаниями, не понимая страшный вред, от этих, от ран на кольцо, лезть со своими советами, уже плохо, уже все, уже покрылась, ну, мертвая ткань покрылась, но она хоть как-то дерево защищает, мертвую тканью защищает, вы же, мы же, у нас же тоже, мы покрыты, мы же не голые ходим по улицам, мы покрыты тряпками, всевозможными, это тоже, это самое, это так же, как оно сейчас покрыто этим, человека раздеть его, замерзнет, а здесь что, плоскоиз, все, я уже не могу, счищаем, извечу его дерево, теперь счищаем, ну, а дальше еще это, я же не могу дальше эти советы смотреть, возвращаемся, где были, а этот, как бы, я выбрал самый яркий снимок, чтобы показать, а она не видит страшную рану, она не видит, что она натворила, и опять 30 человек посмотрят, остальные, а это фотография с моего сада, 30-летний абрикос, как я над ним не сгорелся, но я не делал раны на концу, не делал, поначалу, ну, самое нижнее, что-то похоже на на конца, ветки отсыхали, отсыхали, ну, как вам это, живая, и каждый год плодоносит, и каждый год я вам показываю эти, ну, может быть, года 3-4, за все 30 лет пропустила урожай, а это, а это, это все мое, сколько могут, столько живут, ладно, а это, мертвые отрезал, мертвые, хотите, покажу маленькое чудо, смотрите, вот, что ты тут показываешь, в кладбище, было такое выражение, кладбище разбитых кораблей, а у меня, это кладбище, смотрите внимательно, у кого компьютер, вы видите, что тут десятки цветов зацветает, еще, еще больше покажу, абсолютно здоровое, живое дерево, а почему оно так выглядит, а также, как мы выглядим, я уже не могу, это, обижаться на природу, от того, что, устаю быстро, от того, что у меня на ноге рана не заживает, мне надо было, что, вот у меня сейчас, выше колена, незаживающая рана, так, я знаю, почему, это все, это, пусть диабет не сильный, но диабет, вот он виноват, я что, должен был взять этот самый, скальпель, вырезать ее целиком, как учат, вырезать, до мяса, до живого, врагу не пожелаю, и дерево не пожелаю, чтобы калечили, вот так, а это особый снимок, посмотрите, по моей просьбе, он был распилен специально, вот таким образом, что мы видим, ну, понятно, это, что он не молодое дерево, вот, сейчас я даже не вспомню, или это было, это из общей кучи достал, которого, когда, этих, десятки выпил, абрикосовых этих, то ли это скелетная ветка, то ли это штамп, но главное, как распил сделан, видите, так вот, я объясняю еще раз, это очень наглядно, это для студентов будущих, они сегодня не знают ничего, через 10 лет, следующий поколит, тоже не будет знать, ничего, никогда, только потому, что мне не вылезти из этой жопы, потому, что вы не помогаете распространять, вот, я уже разозлился на всех, идет год, они все учат и учат, учат и учат, соскребать, это, лишайник, никаких мозгов нет, вот, просто вот кажется, что лишайник виноват, а здесь смотрите, вместо раны на концу, сделано, было отрезано вот так, что такое вот это вот, по 50, а это, пробка, неважно, отрезали, оставили живого, вот это, 10 сантиметров, или мертвое, сухое, 10 сантиметров, а это пробка, не смейте ее трогать, никогда не отрезайте заподлицо, не делайте раны на концу, ошибка страшная, самополагающая на всей планете, легко проходит на южных странах, вот, там цели такой нет, что долговременно делили, несколько урожаев, и все, и под это, под бульдозер, или под косу, а это пробка, вот это вот, фотография для будущих студентов, чтобы поняли, а это пробка, чтобы и ветки нету, и мороз сюда не попадает, даже по сухой не попадет туда, видели?